Привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я приглашаю вас поговорить об ароматах звезд. Это те ароматы, которые названы именем звезд, которые выпущены при участии звезд. Насколько они отражают их суть, насколько они индивидуальны. Давайте сегодня это обсудим. И, конечно, как всегда, в магазине Рандеву у меня действует скидка 10%. Она суммируется с другими скидками и акциями на сайте. И это здорово, потому что сейчас на сайте Рандеву продолжается весенняя распродажа скидки до 50%. И с этими огромными скидками еще и суммируется мой промокод. Согласитесь, приятно. Ну а мы начинаем. И начнем мы с вами с аромата от Рианны. Начнем мы с него потому, что он мне понравился больше всего. Причем очень сильно понравился. Мне даже хочется его оставить себе. Объясню почему. Мне он напомнил Very Resistable Givenchy. А когда-то я очень увлекалась этим ароматом. Я собирала все фланкеры. И вот этот аромат, который называется Rebel Fleur, очень похож на Very Resistable Givenchy во фланкере, который выпускался с нотами розы. И, собственно говоря, этот аромат у нас тоже с розой. Здесь красивая Риана с потрясающим цветом волос. Я могу только позавидовать. Вдыхает аромат розы. И у флакона потрясающе красивый флакон на самом-то деле. Причем на картинке он настолько эффектным, насколько он выглядит в жизни, не выглядит. Очень красивый вот этот металлический такой пояс или какое-то колье, или я не знаю, что это платье и головной убор символизирует. Аромат сладкий. Здесь есть ваниль, почули амбра, цветочные ноты. Здесь хорошо слышны красные ягоды, может быть, красная смородина или вишня, может быть, спелые даже красные яблоки. Здесь слышны другие фрукты, например, персик. В общем и целом аромат действительно сладкий, но это не компот. Вот как говорят в народе, он заметный и он очень стойкий шлейфовый, что тоже, между прочим, важно, особенно в данной ценовой категории. Я им побрызгалась на футболку домашнюю, повесила ее на стул, и даже вечером в конце дня я чувствовала аромат, который стоял в помещении, который источала эта опрысканная футболка. То есть он действительно очень-очень стойкий. И аромат такой мне нравится, потому что в какой-то момент ферри резистабл мне стал казаться уж очень синтетическим, и вот с того момента я перестала его носить, хотя действительно была невероятно увлечена. Вот здесь я не слышу какого-то синтетического такого призвука. И у этого аромата есть небольшой налет ретро. Он вообще очень хорошо сложен и собран. И возможно, если бы я была где-нибудь на слепых затестах, например, я бы даже, возможно, сказала, что это дорогой какой-то очень люкс, или может быть определенный сегмент даже ниши. Мне этот аромат невероятно понравился. Он современный, в нем есть нота дерзости. Ну, насколько я понимаю, Rebel Fleur это бунтарский цветок, вот такая игра какая-то слов. И здесь, конечно, определенная доля бунтарства вот этого есть. Поэтому обратите на него внимание. Мне кажется, он понравится очень-очень многим, особенно если вы любите направление такое, как Givenchy Very Resistable. Следующий парфюм в таком вот золотом оформлении это Gold Rush от Paris Hilton. Здесь пересекаются некоторые ноты. Здесь есть ваниль, он тоже сладкий. Здесь есть ноты пралине. Здесь также есть роза, но в верхних нотах они взяли цитрусовые. Пергамот, лимон, мандарин, вот что-то такое. Но цитрусовые здесь на самом деле не так уж и слышны. И он, как мне показалось, очень похож на аромат Риана. Тем более так совпало, что я протестировала сразу же и тот, и другой. Нанесла Gold Rush на руку, Риана на футболку. И как-то все это смешалось. Мне показалось, что они действительно очень похожи. Мотив с платьем во флаконе, он здесь тоже обыгрывается. Искристая золотая упаковка, золотой такой взрыв, золотой праздник. И флакон в форме женского силуэта в красивом вечернем платье. Он действительно похож на предыдущий. То есть мне не показалось. Но в нем нет вот настолько острых нот. Мне кажется, красные ягоды, которые были в аромате Рианы, они давали определенный призвук. И в целом, если мы смотрим на коммерческую пирамиду, вот аромата Ребельфлёра Рианы, там пирамида богаче. Здесь пирамида скромнее. Этот аромат более округлый, чуть более прозрачный, чем предыдущий. В нем есть какие-то акватические ноты. Мне кажется, что это может быть какая-нибудь кувшинка или лилия, легкая припудренность. То есть это такой же аромат, в общем-то, как предыдущий. Но уменьшена у него громкость. То есть он потише. Но в целом направление очень и очень похоже. Вообще меня потрясает, что многие ароматы звезд сладкие. Действительно сладкие. То есть как-то мне даже и не попадались такие какие-нибудь свежие ароматы. Или с нотами морского бриза. Или какие-нибудь, может быть, более такие вот брутальные. И плотно скроенные с каким-нибудь удом кожи. Еще что-нибудь такое. Все ванильное ваниль, пролине. Вот эти вот ноты. Цитрусовых я здесь не чувствую вообще. Хотя мне кажется, они придали бы этому аромату определенную искристость. Видимо, их здесь не так и много. Поэтому если, может быть, громкости ароматов, таких как Very Resistable, вы боитесь, можно посмотреть Paris Hilton Gold Rush. И мне кажется, на лето он многим понравится. Ну и если обыгрывать мотив с вечерним платьем, мне кажется, действительно он может быть вечерним для многих. Хотя думаю, что он вполне себе повседневный и носибельный. Мы идем с вами по порядку моего выбора. Еще один парфюм, который мне понравился, это Sarah Jessica Parker New York. Я слышала про саму Sarah Jessica Parker, что она фанат парфюмерии. Что она никогда не выходит из дома, не подушившись. И она настолько прикипает к своим любимым парфюмам, что если там остается пара капель, она развинчивает каким-то образом флакон. И вот эти вот остаточки, которые уже невозможно на себя побрызгать из пульверизатора, она выливает непосредственно на себя. То есть вот настолько она предана каждому аромату. Очень красивое, яркое оформление. Мне сразу вспоминаются какие-то необыкновенные наряды. Яркие такие, тривиальные, броские, экстравагандные от Sarah Jessica Parker. Мне кажется, не только героини ее фильмов любят подобную одежду, но и она сама. Здесь такой взрыв вообще цвета на упаковке. И такой выбор принтов. И змея, и зебра, и флоральные мотивы, и не только. Посмотрите. И очень интересно здесь сделана упаковка самого аромата. При том, что сам флакон самый простой. То есть вот, да, если его вынимать. Но я думаю, что никто этого делать не будет. Все, наверное, будут пользоваться вот так. Верхние ноты здесь земляника и асмантос. Асмантос, естественно, немножко пахнет вишней. Поэтому если вы ищете парфюмы с нотой земляники, вот это как раз таки для вас. Ваниль, кстати, безусловно, здесь тоже есть. А еще горденья и мимоза. Но мне этот парфюм напомнил Modern Muse от Estee Lauder. И вообще очень много мне он что напомнил. И даже мне послышали здесь отголоски Fleur Narcotic. Представьте себе. Я полагаю, что у этого аромата поклонников будет очень и очень много. Потому что это модное сейчас направление. Он очень женственный. Он максимально феминный. Вот, кстати, особенность вообще всех ароматов звезд, которые я послушала в этот раз, в том, что они абсолютно феминные, абсолютно женские. То есть я ни при каких обстоятельствах не могу почувствовать эти парфюмы на мужчине. И аромата Сары Джессики Паркер это целиком и полностью касается. У нее есть разные ароматы. Мне очень нравится у нее такой пудровый немножечко аромат, который есть. В целом трудно сказать, насколько это отражает именно ее характер. Мы это обсудим с вами как итог чуть позже. Но сам парфюм мне очень понравился. Если вы любите направление Fleur Narcotic, потому что я бы здесь сказала при первом тесте, что это не земляника, а что это личи, например. Такой кисловато-сладкий, приятный аромат. Здесь еще есть нота рома, я ее не слышу, вообще никакой алкогольной ноты не слышу. Хотя может быть, если фантазировать, можно представить себе какую-нибудь вкусную сладкую конфету с ликерным содержимым, вот что-то такое. Но парфюм достаточно взрослый. Тем не менее, на свою вот эту вот направленность он достаточно взрослый, солидный, очень стойкий, опять же. Поэтому обязательно послушайте, кто любит такие кисло-сладкие интересные ароматы. Летом, я думаю, что это вообще замечательно. Следующий аромат это Midnight Fantasy от Britney Spears. И у этого парфюма потрясающе красивый флакон. То есть в жизни это смотрится еще краше, чем на иллюстрации. Смотрите, какая красота. Мне кажется, вообще запросто совершенно это мог быть флакон какого-то нишевого парфюма. Пузатенький такой флакончик. Здесь, как звездочки, рассыпаны стразы. И вот эта вот часть невероятно красивая. И опять и снова. Это сладкий аромат. Здесь сливы и вишня. Конечно же, ваниль, османтус. В базе мускус и амбра. И вот, кстати, удивительно, но вот этот парфюм я представляю больше на молодой женщине. При всей своей сладости он достаточно прозрачный. То есть он максимально деликатный, насколько это возможно. И при всей своей сладости он скорее освежающий, чем, знаете, такой окутывающий. Бывают такие сладкие, как сироп. Ароматы, которые тебя окутывают со всех сторон. И ты вот такой вот весь пахучий и сладкий, порыхаешь целый день. А аромат от Бритни Спирс, он достаточно прозрачен в этом. То есть что-то у него есть, наверное, схожее с ароматом Перис Хилтон. Вот в какой-то степени, а не по степени прозрачности. И можно будет несколько раз освежиться, обновить парфюм в течение дня. С ним очень трудно переборщить. И мне кажется, что большинству молодых девушек такой парфюм может понравиться. Единственное, что, конечно, наверное, уже прошло то время, когда молодые ребята активно увлекались творчеством Бритни Спирс. Потому что мне кажется, что покупают в первую очередь такого рода парфюмерию те, кто увлекается творчеством звезд. И собирают, коллекционируют что-то, что выпускается под их именем. Но насладиться, по крайней мере, вот этим флаконом, потому что такого вот темно-синего густого цвета флакона, может быть, даже цвета индиго, как-то мне, кроме к Серджов, наверное, ничего больше на умы не приходит. И только Серджов уже больше не выпускают в таких флаконах ничего. Поставить вот так вот на туалетный столик, как звездное небо, невероятно красивый флакон. Поэтому, если, может быть, ваша дочка или сын увлекаются творчеством Бритни Спирс, по крайней мере, тем, что она делала раньше, можно преподнести такой подарок. Тем более, что аромат очень недорогой. Аромат от Дженнифер Лопес. Вот здесь флакон – это просто что-то необыкновенное. Он градиентно окрашен. И когда вы его поворачиваете, кажется, что внутри флакона плавают какие-то цветные вот эти вот капли, цветные разводы. На самом деле, это так окрашен флакон. Конечно же, здесь есть ваниль, амбра, сандал, персиковый цвет, дыня. И, знаете, это такой аромат Dolce Vita. Хотя он называется Luxe Life. Такая вот шикарная жизнь привилегированных особ. Мне больше он напоминает какую-то вечеринку на пляже, какой-то беззаботный отпуск, фрукты, коктейли. Да, наверное, это Luxe Life, естественно, безусловно. Такие отпуска – это атрибут роскошной жизни. Но, опять же, он мне кажется достаточно молодежным, этот парфюм. То есть я бы его видела, может быть, на женщине до 25 лет. Он в чем-то похож на Calvin Klein, вот эти вот современные ароматы. И от босса у него что-то есть. Хотя, конечно, мне очень трудно его просоциировать с чем-то конкретным, но думаю, что поклонников у него должно быть много. Опять же, это абсолютно летний аромат. Я не представляю его ни осенью, ни уж тем более зимой. Это солнце, это ветер, это соленые брызги, это хорошее настроение, это дыни, которые продаются, фрукты, которые продаются. Вот такое вот беззаботное летнее настроение. Поэтому вполне, а флакон здесь, конечно, совершенно потрясающий. Ариана Гранде, бергамот, ежевика, груши, маршмеллоу и так далее, и так далее. Видите, почему-то звезды прямо углубляются вот эту кондитерскую фактическую тему и выпускают очень и очень сладкие парфюмы. По-моему, вот подскажите мне, Ариана Гранде, это та, которая встречалась с Джастином Бибером. Это же она, то есть это молодая такая достаточно женщина. Но вот и этот парфюм, и здесь такой, видите, плюшевый шарик. Так, опять же, мне кажется, великолепно подходит молодой девчонке. Ничего из этого на мужчине, как я уже сказала, я не представляю. При всей своей сладости он взбитый такой, то есть, очевидно, это шарик маршмеллоу, может быть, да, и какое-то вообще кондитерское изделие, какое-то пирожное напоминает, или безе сам флакон. И неудивительно совершенно, потому что при своей сладости он воздушный, он какой-то тоже полупрозрачный, он неудушающий, он не слишком плотный, и он прекрасно подойдет на лето. Я думаю, что очень многие его оценят. Вот эти парфюмы, их можно перебирать один за другим, если вы любите такое направление. Сладкое, но при этом с определенной долей свежести, которые будут уместны в любой ситуации, которые, если вы нанесете чуть меньше, это можно надеть в офис, нанесете чуть больше, это можно надеть на улицу. Ну, мой фаворит, я вам сказала, на первом месте это Rebel Fleur у меня, потом, может быть, Gold Rush, потому что они максимально похожи, и потом Sarah Jessica Parker. Все остальное, что идет, я прекрасно понимаю, кому это адресовано, и я бы, на самом деле, с радостью подарила, да, если бы шла в гости, например, молодой какой-нибудь барышне, молодой хозяйке, и я думаю, что в большинстве случаев такой парфюм бы понравился и оценили, и вообще он ни к чему не обязывает, он не надоедает, он просто приятный, и ты с ним чувствуешь себя абсолютно гармонично. Поэтому, может быть, если вы любите такое направление, маршмеллоу, ежевика, все такое сладенькое, как какое-то пирожное, или опять же, если вы любите творчество Арианы Гранде, то обратите внимание. Ну и, конечно, мне кажется, самый известный аромат от звезды – это Кристина Агилера, который, наверное, так и называется Кристина Агилера, судя по всему. Ваниль мускус амбра, тропические фрукты, ананас. У меня ощущение, что это делал какой-то один парфюмер, но на самом деле это не так. В базе, конечно же, амбра мускус, опять заигрывание с темой женского силуэта. Где-то звезды вдохновляются, мне кажется, в одном месте, потому что мы с вами смотрим ароматы даже разных лет. На самом-то деле некоторые из них выпущены по 15 лет назад. Но на самом-то деле я прекрасно понимаю, в чем популярность этого аромата. По своему направлению, может быть, по силе звучания он ближе к Ребельфлёр. То есть мне нравится, что в нем есть вот эта определенная перчинка, острота такая, какая-то необычность. Он, конечно, выделяется на фоне остальных ароматов, потому что, например, Ариана Гранда и Бритни Спирс у меня вообще как-то смешались в одном. Вот попросив вспомнить так вот в голове, как они звучат, и я с трудом так что-то вспомню. Дженнифер Лопес мне очень запомнилась, потому что он яркий такой. Но тоже просто это немножко не мое направление. А вот Кристина Агилера ближе к тому, что я люблю. Здесь есть, знаете, вот эта какая-то резиново-пластиковая такая нота. Мне как будто бы тоже здесь слышатся на самом-то деле розы. И может быть даже розы кустовые, такие, знаете, маленькие. Не плотные, большие, мясистые, а маленькие. Аромат очень-очень женственный. Да, ну неудивительно. Здесь у нас с вами женский силуэт и в кружевах. Все в кружевах. Ну, конечно, Кристина Агилера сразу же мне приходит на ум, когда я не вспоминаю у нее внешность, там, и обсуждать. Яркая она или не яркая, а ее голос. А ее голос очевидный, яркий и узнаваемый. И здесь бы я предложила вам подвести некоторые итоги. Хотя, конечно, я уже пенсионерка. Честно, я некоторых звезд даже с трудом визуализирую. Я имею в виду Ариана Гранде. Бритни Спирс-то я застала. Ариану я понимаю. Кто такая Перис Хилтон, я понимаю. Сара Жессика Паркер, тем более, мне вообще очень она нравится. Кристина Агилера, конечно же, да, безусловно. Потому что кто не мечтал петь, как Кристина Агилера. Ну, что? Ребель Флёр от Арианы остался моим фаворитом. Я хочу его себе в коллекцию. Отражает ли он для меня суть Арианы? Мне кажется, что да. И я думаю, что здесь проделана хорошая работа. Потому что этот парфюм в сонме вот этих сладких ароматов, он выделяется. А это все-таки заслуга вообще. Выделяться не просто в сонме ароматов от звезд, а вообще в ассортименте люкса. Потому что там иногда подходишь к флакону к флакону и думаешь, как будто бы вот это разлито все из одного чана. А здесь мне кажется, что Ребель Флёр, все-таки над ним была проделана кропотливая работа. И эта работа получилась. Мне нравится Голд Раш. На самом-то деле, вот почему-то я не могу понять, честно говоря, чем занимается Парис Хилтон. Но я вспоминаю в первую очередь отели. Вот эти вот, да, такие высокого класса, в которых всегда очень приятно пахнет, кстати. И может быть, в какой-то степени действительно вот этот Голд Раш я бы назвала люкс лайф, как называется аромат Дженнифер Лопес. То есть, вот для меня он идеально, вот название люкс лайф к нему подходит просто вот как нельзя лучше. Что касается Сара Джессика Паркер. Я так предполагаю, что этот аромат был выпущен не вчера, в более ранние годы. И, возможно, в то время он и, конечно, отражал ее характер. Она очень яркая. Мне сразу вспоминается сцена из нового уже сезона, вот этого вот отснятого, не будем его обсуждать, который сейчас у нас на всех площадках отредактирован до нельзя. Сара Джессикой Паркер. Там она познакомилась с женщиной-индианкой, которая пригласила ее на вечер свой, на какой-то праздник, в общину. И в той серии Сара Джессика Паркер надела на себя потрясающий наряд, сделал очень красивую прическу, и был такой огромный цветок в волосах. И одежда была, естественно, очень яркая. Вот Сари и так далее. Вы знаете, что они обычно очень яркие. Вот мне напомнил этот парфюм сцену и вот это одеяние именно из этой серии. Это все-таки какой-то такой праздник, карнавал. Дальше. Кристина Агилера. Я считаю, что аромат очень достойный. И я знаю, что он очень популярен до сих пор. То есть люди его покупают и покупают. И из всех ароматов звезд он вот прям задержался дольше всего. Даже вполне возможно, что я действительно его ассоциирую с Кристиной Агилерой вполне. Что касается аромата Дженнифер Лопес. Я, наверное, хорошо ассоциирую сам флакон с самой Дженнифер Лопес. И, в принципе, мне кажется, что Дженнифер Лопес и изящно, и красиво. Но здесь, если проводить какие-то аналогии женской фигуры, тоже можно найти нечто общее с Дженнифер Лопес. То есть узкая талия и более широкая нижняя часть. Но сам парфюм уж очень легкомысленный. И хотя, конечно, если вспоминать динамику, даже сейчас, хотя Дженнифер Лопес взрослая женщина, как она отдается на сцене, как она двигается, вообще что она делает, какие акробатические крюки, крюки, акробатические трюки она совершает, то, может быть, вполне, вполне. Хотя этот аромат больше, еще раз повторюсь, такой дольче вид. Он не сценический для меня. Сценический для меня, например, вот Голд Раш, например, или, может быть, даже Риана Ребель Флёр. Ариана Гранде. Мне кажется, совсем для нежной особой парфюм, да еще и флакон такой соответствующий. Вот сколько раз я его слушаю, мне вот трудно его запомнить, но я точно понимаю, что он понравится большинству девчонок, равно как и аромат Midnight Fantasy Бритни Спирс. Тем более вот эти флаконы красивые, совершенно изумительные. Согласитесь, я думаю, что собрать вот так вот коллекцию звезд, потому что на одни флаконы только смотришь и потрясаешься. Вот я смотрю на нишевую парфюмерию у себя, некоторые ароматы, ну, настолько лаконичные и простые. Какой-то прозрачный флакон, вот колпачочек и вот все. Больше ничего и нет. А тут вы посмотрите, и яркие краски, и стразы, и какие-то помпончики, и кружева, и металлическое какое-то оформление. И самое главное, что ароматы звезд недорого стоят. Здесь дело даже не в фанатизме или в увлечении творчеством кого-либо, а в том, что многие ароматы звезд, они же должны быть массовыми, естественно, да, то есть это продажи. Они в какой-то степени повторяют модные направления в люксе. И, например, в случае как с ароматом Rebel Fleur, действительно можно купить тот же фактический Very Resistable, только сейчас, наверное, разве, мне кажется, в пять, а то и в шесть дешевле. Это касается других парфюмов тоже. Поэтому обязательно послушайте, и, возможно, вы найдете аналоги тем ароматам из люкса, которые вы любите, но они очень-очень дорогие сейчас. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. И расскажите, пожалуйста, какие ароматы от звезд любите вы, и вообще верите ли вы в эти названия, да, верите ли вы в то, что звезда действительно принимала непосредственно участие в создании, и все эти парфюмы отражают ее суть. Послушаю ваше мнение. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok